Так, у нас сегодня путешествие Опять мы сегодня гоняем на двух уазиках У нас сегодня такой патриотический уазик Два флага Российской империи Сейчас поедем грязь сместить Даня, положим, как положено Ну что, ты готов? Мы тоже готовы Взял мясо, сделаем такое вообще вкуснотищу Я там два ящика еды зато Два ящика еды Два ящика еды Едем кушать, грязь сместить Но мы готовы Все, погнали Короче, поехали чисто мужским коллективом Ну, Джесси у нас с нами еще Девочка Дима поехал без жены Я как бы тоже без жены Маша тоже без жены Ну, Даня, слава Богу, нет еще жены Вот Так что, вообще, у нас чисто сейчас мужское коллективо Поэтому не опоздали Все вовремя приехали В точку назначения Вот так вот, понятно, выводы делай Ходишь никуда не опаздывать Езди один Не бери женщин Женщин на корабле Горю Кого чудимая, больше 80 не едет Поэтому будем ехать впереди Будем рассекать воздух, чтобы он быстрее ехал Ехать нам два с половиной часа до грязи И нам, конечно, повезло с погодой Ну, просто нереально А вот еще у нас У нас же есть как бы карта на навигатор Да? Но мы-то пошли дальше Мы карту нарисовали вот здесь Все, вот у Димана Карта на голове Если что, мы просто смотрим на Димана голову И все и понимаем Куда надо ехать? Что, вкусный чай? С медом Я профессионал Обращайтесь Здесь даже когда-то люди жили Просто пока едем Пока есть какая-то Какая-то вот Понятие дороги Едем Все, Андрей Там это, тупик Тупик Все, она здесь тупик Да, тут именно была дорога вот к этому поселению Поехали назад Ну, прикольно Оставились, вот, короче, мостик проезжаем Плюс вот такое красивое место Вот так вот, да, подумай, да Вот так вот поехать, да, куда-то выехать Каждое место вот красивое Как вам? Да, да Просто Вот этот, смотрите, такой мыс небольшой Блин, такая красота Просто нереально Вот как я люблю природу Вот еще раз говорю, поэтому и взял уазика Чтобы вот можно было в такие места добраться спокойно Не боясь поцарапать машину дно или еще что-то Сейчас будем с пацанами С Пашей пойдем Пойдем, короче, летом в Карелии У нас по плану был в Алтай, но поменяли планы Начало в Карелию съездим Потом поставлю себе ОМ что-то первый двигатель дизельный И уже на следующий год поеду в Алтай на нем Потому что этот двигатель жрет бензина Пипец просто Столько Сейчас еще с баком разбираюсь Не могу удалить полный бак Ну а здесь, смотрите, ну красиво уже, да Нам осталось буквально там километр Сколько сказал там? Полтора километра Полтора километра Ну и там что-то повеселеть становится Короче, выключаем хабы Обуваем кроссовки Поинтереснее пошло Ну и что, штаны подтянули? Ну да Я одеваю сапоги на всякий случай сразу Покоритель Карелии Вот везде здесь, везде идем по дороге Раз-раз, хоп, такие дома разрушены Это ж, блин, тогда жили, да, есть люди Это еще надо построить Это же просто вечное здание Это уже современная цивилизация Я думаю, не-не-не, я думаю, это скотники были Скотники? Скотники? Согласимся с Димой, скотники Ну что, перебываемся Одевая сапоги Решили устроить небольшое чайпитие Я говорю, сейчас настраиваемся Один сапоги А там просто одна лужа, а дальше сухо Ну, мы решили просто выехать на природу Отдохнуть Пикник 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 называется 170 км от города Ну что, такое вкусно сделано? Короче, здесь такая дорога, что Легковая машина стопроцентно оставит какой-то один элемент из днища Выхлопнуть трубу там Еще что-то поцарапать Потому что камни прямо посередине торчат Она еще глубокая такая колея Так что хорошо, что мы едем на Озбуханке Так, а я в роли оператора, я сниму Ну, вот здесь небольшая лужа Тут вообще просто для кадра Ребят, ну извините У нас такое путешествие сегодня Вообще ни о чем Ну так, дорога такая вот из-за вот этих камней Из-за вот этих камней, конечно, просто Паша, оставайся за рулем Давай, Дим Просто так, для картинки красивой Кстати, столько подстежек Знаете, как всего так, да? Вот про что я говорил То есть здесь такая каменистая местность И лно жесткое И спокойненько вообще по этим лужам проезжаешь Даже не напрягаешься Паша, как дела? Нормально? Вот такие дела, вот такие Так, специально остановился Смотрите, колеиность Как Илья такая То маленькая, то большая Кто знает, что это просвет большой Нормально А легковая Я думаю, здесь вообще шаркова Просто в днищем Стартует Пойдите Ну, эти фина такая Просто Знаете, фина такая Я, короче, убегая А то уазика Давай Давай, давай Ой, красавчик Сейчас забрызгает меня Ха-ха Так, Дима полно включил Так, Дима полно включил Звук Дима На полном Дима, на полном вообще Мы на заднем Дима, на полном На полном На полном вообще Даже не напрягайся была плохая погода и вот еще нас какие-то там не прячет было кач ащи на полном даже напрягаясь назад назад ним она вот так вот ехал боком сюда я сяду уж я прокачусь сейчас будем выруливать посмотрим как работает полный раздатки туда нырнем туда муращусь заехать специально полный привод совсем другое дело сейчас туда поедет давай давай сейчас будем о-о-о отличный кадр у нас лебедка есть да вылезет вот это аппарат нормально он стреляет вот такую лужу проехали купил gopro вот такие колеи проехали просто рвет буханка рвет жгет резину но не душу нашли вот такой участок дороги рядом с озером и тестируем тут буханку прямо по озеру прямо в озеро помыть машину забурились вообще в легкую вообще в легкую ель не топит там нормально нормально а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я тут уже два круга сделал, все-таки надо же, надо же проверить, раздатку поменял, посмотрим как тут сейчас Павел Сергеевич, прям аж воняет грязью Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочешь попробовать? Сцепление появляется Ты уверен? Давай, давай, что-то Дима Просто Дима боится запачкать свою крошку Пошли на четвертый круг, я два круга сделал, теперь Паш попробовал, Паш, теперь Дима В следующую очередь Даня, да давай смелее, Дима! Ключ Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, он не знает, где ключ, а там же кнопки, потому что меня заводится! Давай, Дим, не стесняйся! Не стесняйся, давай-давай-давай! Сейчас закопаем короче её, но у нас есть лебёдкость ещё. Дим, не сдавайся! Вообще вот это, блин, просто здесь. Прямо сюда заезжай, Дим, вот сюда заезжай! Давай, давай, давай! Всё, сдал направо. Дмитрий Сергеевич, ну чё вы так? Ну-ка, я же проехал. Аккуратненько, да? Как настоящий доктор. Ну я пойду ещё раз. Там дерево было. Короче, посадили, всё-таки посадили. Паша говорит, давай, за охоту развернёшься и сразу туда. В итоге сел в колею. Не знаю, не сюда. Да-ка, чё мы тут уже, блин, нормально тут накатали грязи. Сколько мы сделали кругов? 6-7 уже? Восьмой. Восьмой. Пошёл, пошёл, пошёл. Нормози! Ха-ха-ха! Вот это вообще заехал просто в озеро. Вы меня, конечно, извините, но я знал, что этим и закончится. Давай, пробуй, Лиз! Давай, давай! Давай, давай! Стой, стой, стой Сейчас я накину, а то будет грязно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, выдаёте! Вообще спасел! Ну что, поедешь? Еще раз? Ну ты что, там же уже все развито. Да там уже на какахали уже так, что уже все там уже. Без лебедки не разобраться. Вообще, ну прикольно. Ну все, теперь можно готовить есть. Все. Не уходите далеко, еще буду готовить. Снимите с ним, как я готовлю. Готовимся к небольшому перекусу. Здесь Дмитрий Сергеевич накрыл стол. Вот смотрите, да, вот как надо накроть стол. Началось с этой стороны. Бутерброд, конфеты, пряники. Пряники-то, мое овсяное печенье. Овся это чипсы. И соленые огурцы с помидорами. А где хлеб? А что в термосе? Вот же хлеб. Тебе просто хлеб нужен? Так сейчас принесу. Ну, самое интересное, да, набор? Ну, конечно. Директор сказал, знаете, вот нормально, туристический кресло. Ну, а это что это? Туристическое кресло. Ну, это же не туристический кресло. Очень удобно, должно вам сказать. Все, я-то приготовил печку. Сейчас установлю угля засыпаю. И будем готовиться на садчик говядину с овощами. Получится очень вкусно. Буду снимать, смотрите. Не отписываемся, не выключаемся. Смотрим, вникаем. У нас здесь тоже человек на разливе, да? Нет, у него штаны просто короткие, вырос просто этих штанов. Ну, дизь. Ну, дизь. Ну, дизь на разливе. Ну, дизь на разливе. Пока Дима там рассказывает, как он путешествовал в Непаль, я начинаю готовить. Ну, здесь у нас автокладдельник, мы же профессиональные. Здесь у нас вот такой кусок говядины. Вот, пудричило. И у нас баклажан-огурсы. Здесь передоручили, тут соус, каучки. Сейчас будем готовить перец. Все, готовь. Вот это к сковородке, который зовут Саджи. Все, съедим, не расходимся. Нарезал тонкими кусочками говядину. Сейчас сюда налим оливковое масло. Послю подперчу, что-то. И кину, буду обжаривать. Потом тоже самое буду делать с овощами. Так как у меня нет третьего реки, поэтому не смогу все снимать и показывать. Потому что там товарищи сейчас сговорят, не буду кликать. Но буду периодически брать руки на камеру. Так, кстати, поперчил, посолил говядину. И вот это все сейчас вот сюда вот покажется. Вот в емкусе у меня все накоплено. Сюда это говядину все уложу. И потом потихонечку все здесь надо вот так вот все сделать. Чтобы было в масле. С оливковым маслом вообще классно. Оно как бы очень быстро. Руки смываются. И даже легкий оливковым маслом я знаю. Одних массажистов, которые для камерного масла массаж делают. Вообще класс. Еще будем все выкладывать сюда. Вот таким образом. Мне кажется, жара мало. Потому что надо будет в другую печку использовать. То есть, ну, если чему-нибудь, я знаю, в водике. Есть еще и мангал, и печка. Да нет, вон пошло все. Так, я подел картошку. Вышел в центр картошку. Мясо убрал на край. Вот теперь здесь будет доходительность. А здесь у нас будет вся скаточка. Потом болгарский баклажан. Потом болгарский перец. Вот так все потихонечку здесь все полукладываю. На той неделе я его прокалил. Ну, видимо, что-то, может, не так сделал. Я не знаю, будет ли там все как всегда, короче. И вот что-то подгорело. Ну, может быть, нормально. Знаете, когда я видел, смотришь, всякие поворотки, у них просто идеальная, чистая сковородка. Все, вообще ни одно, вообще нигде ничего не поджаривается. И ты, кажется, думаешь, неужели что-то не так готовы, блин? И вот, да, мне кажется, я всегда моли готовить. Постоянно где-то что-то подгорел. Просто надо все время переворачиваться, не давать. Вот, кстати, просто я отвлекаюсь. Мне надо нарезать. Мне надо и нарезать, и перевернуть. И так далее. Но пока вот так вот все получается, мне пока понравится. Ну, там нас просто ждет. Уже накануне все как-то помится. Сейчас перезбалка все закинуло. Там же лук. Багарский уже, да, баклажан, это, баклажан уже там все. Ну, вот так на все происходит, да, сейчас уже это все подсчетку здесь, какая-то тамится. Мясо, картошка, баклажаны. Теперь сейчас закинул лук. Сейчас еще остался. Помидор чили. Ну, и вот сейчас тут находится помидор. Перец скинул. Пожелом получиться вкусным. Готовить перераз. Сюда перераз готовиться, на мой, получается. Посмотрим, как. Ну, вот там, пока Дима рассказывает про Японию, я тут готовлю. Ням-ням, ням-ням, ням-ням. Оставил все-таки стать его с места оператора. И, чтобы застел. Вот так вот получается, добавили помидорчики. Ну, все, сейчас чуть-чуть, что-нибудь. Впять потолитки, и все. Если ты повар, всегда ты ешь последний. Ну, еще как, брат Сергеевич? Идеально. Превословно. Вот так у нас получилось. Горядин с овощами. Дима? Фу, блин, Дима. Дима, вот Даня. Ну, это сразу полиции видно, что для вкусно. Вот такой у нас столик. Вот такой у нас выезд чисто мужской компанией. Ну, хорошо же. Идеально. Тишина. И шеи, и шеи. И шеи, и шеи. И шеи, и шеи. Красиво там уазик стоит. Это вообще красиво. В Аргентине зарубили или зарубили? Все, мы, короче, поужинали, даже не знаю, пообедали. Очень так вкусно получил. Вкусно, да, нормально? Короче, стараемся. И вот я не повар, но стараюсь. И вот теперь вот я обратил внимание, смотрите, вот, пока я готовил, Дима ел всякие печенюшки, чипсы и так далее. Он поел говядину с овощами и продолжает есть. А потом говорит, что-то у меня живот, короче, что-то у меня живот растет. Я теперь понял, на что доить. Дима, я наблюдаю. Просто пошел, поел, пошел, стал печенье сюда, принес, обложился печенье. Так что, товарищи, вот если начинаете там речь заводить, типа, что-то я не могу похудеть. Но вы посчитайте, сколько вы кушаете печенье. И смотри, он даже не постеснялся. Опять потянулся. Я, я, я вот поел, я вообще наелся. Это сидит печенье, забивает живот. Потом, только, знаете, когда в детстве, когда наешься, встаешь и ремень расстегиваешь, чтобы не так тяжело было сидеть. Короче, мы тут просто общаемся, начали там про наразы темы, про книжки туда-сюда. Вот, Паша задал вопрос, какую-то книжку. Я вот помню, читал книжку, о, вот. Седьмой-восьмого класса, лето, да. Вот мне очень понравилась эта книжка, я ее недавно перечитывал. Вот, не помню, кто написал, но очень понравилась. Там, если кто любитель почитать книжки, художественные, интересные, напишите в комментариях, посоветуйтесь, какую книжку почитать. Мне, ну и Фавел Сергеевич, и Даня, Даня молодой, тоже не читает. Можешь будет тоже читать, читать мне сами надо. А мне посоветуйте, какие печеньки вкуснее? Какие печеньки вкуснее? Я к которым живот не растет. Какие-то, какие-то диетические посоветуйте, без сахара, чтобы такие ешь, только на печенье же. Сейчас посоветим, не знаю, даже не хочешь вставать, вообще тихо. Мы уехали, у нас, получается, от трассы, ну, нормально, конечно, с километров, там, где-то в 15, наверное, да, и ты-то, мы не от основной трассы. И прямо чешена, вот, ты сидишь, и прямо тихо, тихо, тихо. Сюда рыбаки зимой приезжают, это меня человек, у меня тренируется, он рыбак, он мне это место посоветовал. И вот сюда приехали. Я понял, что если выезжать за город, надо ехать где-то 150-200 километров подальше от города, заезжать какую-то глушь. На УАЗик теперь можно заехать в любую глушь. Мы, как сейчас, катались на УАЗике вот так вот по кругу, вот так вот. А сейчас будем кататься вот так вот. Там уже разрыли нормально. Даже же лебедку использовали, если вы смотрите. Так вот процессор организовали, пока я убираю со стола, все мою. Вот, смотрите, люди туда приезжают, да, и тут же мусор оставляют. Вот, смотрите. Стекла, тара. Я сказал, давайте все пока здесь мою, короче, тоже все подоберем, потому что, ну, как бы, если каждый так будет оставлять, хотя бы люди, может, приедут в следующий раз, увидят, вот, чисто, и не будет мусорить, потому что грязно не там, где... Грязно, а... Так, грязно не там, где мусорят. Нет, как? Грязно не там, где убирают, а там, где не мусорят. Да. Слышали, да? Грязь. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Во! Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Паш, давай стол отлинь, чтобы он не сгорел здесь. Я пока собираю, мою посуду, ну так, прибираюсь. Пацаны ходят и ходят, ходят и ходят. И вот смотрите, вот смотрите, как гору набрали. Вот тут гора, да, это люди приезжают туда, ходят, порыбачить. Рыбаки. Куда столько вообще? Ну ладно, ты привез это, но ты возьми, да вывези с собой обратно. Зачем тут, причем все разбросано, все разбросано в радиусе пяти метров. Ну вот так вот, наша вот такая у нас культура такая, людей. Даже, даже не знаю, как прокомментировать. Сейчас мы уедем, будет чисто здесь. Да ты приедешь, смотришь, чисто. И все, не надо муслить, возьми все с собой, всю эту грязь убери. Вот Дима где-то нарыл, вон там он где-то. Ну вот так ты живешь, надеюсь, посмотрят видео, там кто-то что-то сообразит. Или будет с кем-то отдыхать и скажет, что ну зачем музык, давайте ребят уберем с собой мусор. И так далее. Вот вот понабросали пробок всяких, что там это, что-то такое. Не мусорим, надо беречь природу. Так, здесь у меня такой багажник. Такой багажник на лозике, где храню. Здесь зимы остались брекеты, дрова. Здесь одна печка, здесь другая печка, здесь мангал-гриль, здесь печка, здесь мангал тоже, там гриль. Ну и здесь суголь. И все здесь устранил. Вот, сейчас туда не кидай, потому что я его привезу домой, там его помою, потому что здесь тяжело помыть. Нет, больше не помыл. Вот, там стол мой, там стол. Ну и смотрите, еще раз, да, возвращаемся в порядок, да, вон там порядок. Навели столько бутылок. Сейчас, когда будем уезжать, еще раз сниму видео. Как здесь, насколько чище стало, когда приехали, она была снять, на самом деле. Вот так, не мусорим. Так, вот здесь, что я буду делать с кондиционером устанавливать. Вообще нравится так вот, я думаю, лето, когда будет, снимаю этот багажник, и вообще здесь стилю матрас, и просто, просто начуял. Наверху, на озике, вообще красота. Ты, девчонка, собирайся, мы еще никуда не жем, еще посидим. Я просто прибрался, чтобы уже все. Сейчас, конечно, чаще заварил. Собрался уже, убегаю. Короче, купил бензопилу, хотел бензопилу купить. Купил вот просто на аккумуляторе. Вообще класс. Вот так, мелкие дровишки, что-то там подпилить. Нормально все будет, прям вот. Уже в такой раз использую. Вообще очень нравится. Пойдем с Пашей потаскаем бревна, а Даня топили. Техни безопасности, все соблюдаем. Все говорю, объясняю. Дмитрий Сергеевич, как дела? Превосходно. Ну, по ним поработаем. Холопы. Мне подошло такое, что каждый назанял своими делами. Дима пошел, взял бензопилу, давай так пилить. Паша, ты тут что-то ходит. Даня делает себе копье. Я решил посидеть. Дай, на медведя пойдешь. На собаку. Да, пилить вообще классно. А, тормоз. Так, смотрите, у нас, так как мы мужики, да, нам же делать с девчим, да, мы постоянно что-то придумаем. Мы там мусор собрали, вон у нас пакетов, пакетов целая куча, да, порядок навели здесь. Теперь, вот там впереди лежит бревно. Я, я, Паша, у кого я здесь что-то пилит, я говорю, давай потащим бревно на лебедке. Вот у нас лебедка 30 метров должна быть. И вот сейчас зацепим это бревно, мы его потащим. И вот эти вот рыбаки-алкаши, которые приходят побухать. Вот мы здесь для них сделаем вот это вот сиденье. Будет у них здесь такая лавочка. Сядут они здесь, как это, курятники, и будут сидеть, попивать свою водочку. Посмотрим, если не хватит, сюда заедем. Какая еще, лишь бы, знаете, лишь бы чем-то заняться, да. А смотрите, здесь, да, зверь, кто там, лосик, кто? Кто вот это все сделал, все красивые такие рисунки. Бобры, зайцы, смотрите, все, все дерево, всю кору, короче, съели. Что, Паша, хватает? Мне кажется, не хватит. Не надо поставить ровнее, иначе будет лебедка только на один край наматываться. Сейчас сделаем все. Присобачил? Да, чуть-чуть ее развернем. Лобу туда надо потом ее цеплять. Жми на дом! Отойди от этих, сейчас эти полетят все. Вот для чего лебедка у вас в буханке. Я счастливый, просто, вообще, знаете, просто игрушка для взрослых. Прямо того, что у вас буханка, это конструктор для взрослых. А еще дополистая игрушка для всяких других вещей. Сейчас нам в бремонт упрется надо будет. Не, не, не. Упрется. Все, все, пошло. Здесь, а ты что там испугался? Вообще нормально. До чего дошел прогресс? Да невиганных чудес. Сейчас подтащим и будет для алкашей лавочка рыбаков. Надо будет оставить, табличку поставить. Ребят, мы сделаем для вас, но хотя бы не мусорите, пожалуйста. Операция, спасательная операция. Предки, откуда такое дерево сюда приволокли? Это с какую предпособность? Да, Паша, предположил, что наши предки будут думать. Я не успел камеру включить. Откуда это бревно? Как оно здесь оказалось? А это все у вас буханка. Стоп. Давай, тормози. Братюня наш раненый, надо его спасти. Перекатим просто туда, да? Да, вот так. А куда ты хочешь его положить? Вот так вот. Вот тяжело, да? Не получится? Да, нет, вот все нормально. Вообще, могли бы ТВ вот так взять и перенести? Да нет, так-то интересно. Ага. А, давай. Опа, пошла жара. Все, расстрял. Сюда на кого. О, нормуляк. О, кеда. И все. Пожалуйста. Сидите. Сидите, лежите. Можете здесь подраться. Так, хочу посмотреть, какое там крепление на тросе. Сейчас размотаю его. Даня какой-то пошел далеко, в лес. Он не знает, что здесь на 200 метр троса. Короче, когда он стоит дергать трос и цепляется за него, мы тебя вытащим. Данят разбирать его. Трос, спицы, барабан. Стой, стой. Ну-ка, посмотрим. Все, разобрались. Как Паша сказал, там весь винт, такая колобака, туда вставляется и накручивается. Что-то такое он сказал. Я думаю, там у всех одна одна фиксация троса. О, комары пошли. У животных, все равно, наверное, у них структура связок и мышц она другая, да? Ну, нет. Нет? Нет, просто животные, видишь, они бегают, скачут. Вот если здесь кто-нибудь домашний собак, конечно, она не сможет подбегать. Слабая. В принципе, как и люди, да? Мы раньше были сильнее, связка у нас все было сильнее. Нам надо было выживать. А сейчас еще. Позвонил, тебе привезли домой еды. А сейчас у нас есть печеньки. Печеньки. Сейчас у нас есть лебедка, а раньше мы бы руками тащили бы. Блин, нормально у нас лагер, а сейчас шикки просто у нас нет. Очень хороший уикенд. Опа! У нас соревнования, кто там в пенёк попадет. Еще из каких ты сколько попал? Один из каких? Один из шести. Из шести, больно, уже поджимай от меня, я два раза здесь и попал. Черт, здесь утомился. Даня готовится на охоту. Ну вот, все красиво, пенёк лежит. Вот, смотрите, какой там вообще красивый такой. Сейчас подойду, сейчас подойду поближе к водичке. Сейчас я пошла пить. Ну ты вообще молодец. А что, вот сюда не могла дойти, а, Джесси? Ну чуть-чуть же осталось. Набегался, да, девочка? Это постоянно, знаете, короче, бегает-бегает, потом лужу найдет грязь. Пузом туда, хлобысь там же, прохладненько, хорошо. Ой, вообще. Пойдемте посмотрим, какой там красивый вечер. Ай, чё, Сташ, потом в машину, доживайзик, там можно, да, чтобы было грязно. Ай, какие красавицы. Навалю, дай, чистый тебе, хорошо. Блин, кто-то здесь, блин, наездил, вообще даже не пройти. Смотрите, как там красиво. Вася, ну это постоянно так, это постоянно так. Менюш. Пойдем там попробую там подойти поближе. Красиво там так у воды. Смотрите, здесь такая вообще глубина, сухо там. Светов 30, да, Дим? Да, если так. Ну что удивительно, он тебя, это, мостами ничего не шаркали. Да, мостами вообще не шаркали, вообще ничего не задевали. Там-то вообще такая нормальная ямка. Дима сказал, что он с вами не поедет, потому что как бы ему это неинтересно. Ну, Дима, просто не гадзевые. Они, вот, навряд ли. Тяжело будет. А, Эн, Майта, уже там все уже забились, уже и так просто шлифовали так. Джей, а что, сегодня грязевой ваннышек? Ты, типа, для омоложения, что ли, да? Мать, мать! Причем здесь все не купать нигде. Сейчас, Эн, подойдет, типа, бросим кольцо. И морду с... Ха-ха-ха! И вообще, вот ты, конечно, счастливый ребенок. Так, ну что, пошли водные процедуры, надо помыть эту морду. Вот летом, когда вода, вообще, она может просто бесконечно бегать. Поплавала опять вперед, поплавала опять вперед. Так, у меня там зарядка что-то заканчивается. Надо прекращать съемки. Короче, вот так вот, сегодня день и уикенд. Все. Завтра сегодня начинаются тренировки. Хотя, сегодня навряд ли видео смонтирую. Приходим тренироваться с пожаром клетка. Все, после наводнения все, зал зафункционировал. Сейчас лет наступило, выходные дни буду выезжать на природу отдыхать, потому что надо все-таки как-то отдыхать. Все это будет дней, потому что еще много тренировок в течение дня, недели. Все. Не покидаем, подписываемся, не отписываемся. Смотрим, будет много чего интересного. Все, мы уезжаем. Часто порядок. По технике безопасности залили костер, землей еще засыпали. Весь мусор все убрали. Все порядок навели, за собой порядок оставили. Бревно сюда вытащили. Вот у нас здесь отсчет, что мусор здесь у нас. А сами едем и по дороге все выбросили. У нас только здесь, здесь у меня один фонарь вылетел, улетел, пока буксировали. Номер раскрепался тут. А так, в принципе, нормально все. Все, давайте подписываемся на канал Клетка. Тут про спорт. Теперь не только про спорт, но еще про путешествия, про отдых. Будем все снимать. Все, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Просто по камням тут обратно едем. Жесть, как ты там, нормально все? А, девочка держится. Ее привязывай там. Прямо, чтобы не улетела. Вообще, как вообще, прет просто. Сейчас на заднем едем. Камни. Я в тот момент, кажется, был не за рулем. Не помню этого момента. Тут я доехал. Да. Вообще, класс. Качели. Просто российская мощь. Ничего там не отвалилось. Я и держу все. Все. Участок экстремальный закончился. Надо пойти проверить, что там в багажнике. Повылетало, видимо, все это там. Придумать что-нибудь крепление там. Чтобы груз нормально сидел там в багажнике. Не летал по всем багажнику. Делают закат и вообще офигенно смотрится. Такие тени классные. Длинные, длинные тени. Дадим аккуратно. У нас сейчас экстремальное вождение будет. Учим Даню. Урок вождения, короче. Ну ты понимаешь, 16 лет. Я вот тоже помню, как с отцом, когда там получается в лесу жилы. 7-8 класс. Лето. Трактор у нас был Т-14. С отец. Ну что, давай, садись. Это самое лучшее вспоминание. И едешь по лесу. Отец на тебя орет. Давай, что, куда? Там еще надо руль болтается. Ну это было классно. Сейчас посмотрим, как Даня справится за Данем. Сказал, говорит, он сказал, что я все знаю. Я говорю, хорошо, хорошо. Мы ничего не знаем. Готов, погнали. Ну что, давай, ты все знаешь. Не, 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 не. Сцепление, тормоз. Включай передачу. И только потом с ручника снимай. Тормоз держи. Включена? Да, да, да. Включена, давай, с ручки. Кнопку нажимай вперед, тронкай. Все. Потихонечку нажимаешь сцепление. Нет, не, 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 подожди. Тормоз отпусти. Педаль на газ. Все, пошел, пошел. К рулю привыкнем пока. Не гони. Да, так потихонечку, да, так это просто передача едешь. На первую, да, там таким. Привыкнем к автомобилю. К рулю туда-сюда. Как попрямее будешь там уже. Ну что, вообще нормально. Жесть, ты счастлива? Мы все счастливы. Готовлю, короче, водителя, охранника. Разведка. Главное, чтобы мусор не взлетелся. Ну, это классно. За 16 лет. Сейчас на водительский пробор на натыкал. Сейчас, пока мы здесь катаемся, научиться и здесь на машине. И все, и дальше все, пора, получится. Все делаем для того, чтобы пацан развивался. Обучался через всему у нас. Стараемся научить его. Все, что умеем, стараемся научить его всему. После вчерашней поездки на природу прям с полностью вообще хорошо. Смотрите, сегодня какая погода. А вчера было как хорошо. Еще один до нас репортаж. Ну, в итоге проверили. Итог вчера, что у меня. Поставил хабр. Все, передний мост выключается. Машина вообще едет. Прямо соточку по-нормально едет. Просто вообще хорошо. Даня, вчера первое вождение. Блин, просто так, за пацана. Рад 16 лет пацану сейчас получит права на мотоцикл. Потом два года потренируется на буханке и по внедорожке. И все, и можем 18 лет получать полноценные права. Все, сейчас все началась у меня тренировочная неделя. В понедельник сегодня 7 тренировок. Так что не переключаемся. Будут у нас каналы и про спорт, и про отдых, и про природу. Ну, чуть-чуть разбавлю таким образом свой канал. Кому не нравится, ну, вас здесь никто не держит. Все, и всем хорошего дня. Пошел работать. Две тренировки уже провел, еще впереди пять. На следующий... А, в эти выходные в страйбол. Надо придумать крепление для страйбола, чтобы прикрепить приводу. И тоже поснимать что-то. Вот так вот у нас такие выходные проходят. Соревнования. Пока месяц у меня был, зал не работал. Затоплено, никого не тренировались, не могли тренироваться. По этому соревнованиях, конечно, пролетели. Вся весна пошла под откос. Сосед, начнем область.